Кератиновое выпрямление волос? Мейкап выходного дня? Да! Вязальщицы тоже иногда выпускают свои спицы и крючки из рук. Здравствуйте, дорогие друзья мои! Вы на канале Вязание и я, меня зовут Юлия. Я сегодня предлагаю вам провести со мной выходной день. А каким он будет, вы узнаете из этого видео. Планы на сегодняшний день у меня грандиозные. Ну, во-первых, приехала моя подруга из Канады. Привезла с собой кератиновый комплекс для выпрямления волос и предлагает мне сделать эту процедуру. Волосы у меня сложные, вьющиеся, пористые, пушистые. Мне немного страшновато, что из этого получится. Раньше я никогда не делала эту процедуру, но страхом своим я привыкла смотреть в глаза, и поэтому я согласилась сделать эту процедуру. Во-вторых, моя подруга учится искусству мейкап. Сегодня я буду ее моделью. Она мне будет делать макияж. В-третьих, я сделаю обзор на пряжу, которой я работаю. Покажу вам, что у меня в работе, какие новинки у меня появились на этой неделе. Будет интересно. Оставайтесь со мной. Я отправляюсь на встречу со своей подругой, с которой я вас очень скоро познакомлю. Итак, девочки мои, я пришла в гости к своей подруге и к мастеру, который будет делать мне кератиновое восстановление волос и брови. Я сейчас вас познакомлю. Это моя подруга Марина, которая приехала из Канады. Это мой мастер Юлечка. Всем привет. Привет. Смотрите внимательно, что будет происходить. Девочки мои, смотрим на мою структуру волос. Это до начала процедуры. Периодически буду включаться, буду говорить, что мне делать. Мои ощущения. Оставайтесь со мной. Девочки, процедура начинается с мытья головы. Мастер сейчас расскажет немного о средстве, которым будет делать выпрямление. Девочки, первая фаза это у нас очищение волос. Моем голову специальным шампунем, который открывает чешуйки. Фирма Нуар. Девочки, мы помыли голову специальным средством. Фирма Номер 1. Сейчас будет производиться сушка феном. Мы высушили волосы феном. Юля. Девочки, забыла предупредить, что перед тем, как вы моете шампунь, сделаете диагностику волос. Если волосы тонкие, моем 1 раз. Если волосы крашеные, толщина волос нормальная, обычное состояние, моем волосы 2 раза. Если волосы не крашеные, если волосы плотные, состояние отличное, моем 3 раза. Оставляем на 2 минуты. Посушили феном, без расчески, просто феном. Обычной температуры высушили без использования расчески. Волосы у меня не окрашенные. У меня натуральный цвет волос. Мы мыли голову первой частью средства 3 раза. Наносим кератин с отступом 1,5 см на всю длину волос. Счищаем его расческой с мелкими зубчиками. Оставшийся кератин удаляем на полотенце. Вот таким образом. Друзья мои, мне намазали волосы кератином. Ощущение малоприятное. Он лезет в глаза, подобно, как будто вы режете лук. Выступают слезы. У него вроде приятный запах сразу, но потом ощущается какое-то першение в горле. Сейчас я буду находиться в таком состоянии 20 минут. Что будет дальше, я включусь. Девочки, меня сейчас будут сушить. 20 минут прошло. Сушка феном, холодным воздухом или слегка теплым. Вот меня уже пугают, что будет очень вонять. Я включусь и расскажу вам свои ощущения. Вплоть до того, что мне приготовили маску. Я сейчас вышла на балкон. Мне посушили, чтобы специально показать вам волосы при дневном свете. Мне сейчас посушили волосы. Процедура, конечно, мама не горюй. Все это лезет в глаза. Невозможно дышать. Едкий запах. Сейчас волосы, знаете, они эффект грязных, очень грязных волос. И не просто грязных, жирных, да. А когда их намажешь пенкой или муссом в большом количестве. Сушка происходила очень долго. Но, вот вы видите, уже просто после сушки еще не было никакого запаивания кератина. Волосы у меня не имеют волны, не вьются. Они прямые. Но, товарищи, простите, глаза еле смотрят. Лезет, очень лезет в глаза, очень лезет в глаза. Волосы тусклые. Никакого блеска. Ничего нет. Встретимся чуть дальше. Девочки, вот я сижу в маске. Потому что кератин запаивается при температуре 230 градусов. У меня сейчас будут это делать утюжком для волос. И будет очень едкий запах. Чуть-чуть поправлю. Если у вас ослабленный волос, температура утюжка 180 градусов. Если средней жесткости волос, температура 210. Если жесткий волос, температура 230. Девочки, мне вытянули волосы. Сейчас будет третья процедура. Я иду мыть голову. Чувствуется на волосах препарат. Они до сих пор тяжелые волосы. Но они прямые. У меня абсолютно нет никакого объема на голове. Я себя прям не узнаю совершенно. Очень поменялся образ. Мою голову, дальше третья часть. Сейчас мне помыли голову после утюжка без шампуня. И нанесли третье средство по типу бальзама. Как вы обычно моете голову, наносите бальзам для волос. Только я с этим бальзамом на голове буду находиться 10 минут. Вот такой эффект получился после кератинового выпрямления волос. Я довольна. Мне очень нравится. Что я могу сказать? На голове шелк в шелк. Волосы живые. Абсолютно легкие. Неощутимые. Несвойственные для меня. Объем при этом у меня никуда не делся. Вот он как был, так он и есть. После того, как применили третью процедуру, нанесли третий комплекс, я просидела с ним 10 минут, потом мне смыли его и просто высушили феном. Без брашингов, без каких-либо утюжков. Вот такой эффект. Вот, девочки, наконец-то я и добралась до косметики. Но это кладезь, конечно. Это кладезь я сейчас вот так вот покажу. Попытаюсь кратко вам рассказать то, что здесь имеется. Одно только оформление вот этих теней фирмы МАК. Ну, это вообще просто потрясающе. В стиле 90-х сейчас это очень модно. Я вам открываю ее. И вот так она выглядит. Конечно, потрясающие цвета. Кисточки у нас фирмы Мари Кей. Да, кисточками она пользуется фирмой Мари Кей. Ну, вот еще вот эти тенейки. Я не знаю, я не специалист в этом, как они называются. И снимаем макияж вот такие салфетками. Это палетка губных помад. Тоже очень интересные цвета. А вот это салфетки для снятия макияжа. Сейчас я прямо вот это буду делать и потом поделюсь с вами своим мнением. И мы будем использовать косметику тоже как бы фирмы NYX. Она как бы более бюджетная, но тоже очень хорошая, кстати, ее используют. Будем использовать стикеры. Ну, да. Вот сейчас графический... Что это? Это помада. Она наносится поверх помады, чтобы губы блестели. Блестели. Блест для губ дает, да. Итак, девочки, мы приступаем. Палетка Naked будем использовать два. Как бы что-то мы будем тоже использовать. С ума сойти. Это просто клад. Это вот я очень люблю декоративную косметику. Это для меня вот это просто клад. Я не знаю, как она перла все это с Америки, с Канады. Консилер. Это консилер. Сейчас, кстати, фишка вот такая идет. Ну, это к новогоднему макияжу у нас будет использоваться. Вот такие блестки. Это для губ. Вот еще как бы я ни у кого не видела это, правда. Это вот я последняя на акции была реклама. Камера сейчас фокус поймает. Да, девочки, конечно, это бомба. Я не представляю, как это можно нанести на меня. Минеральная пудра. Но для вечернего варианта это интересно. Минеральная пудра. В общем, я вам скажу так. Если бы я летела с Канады, в жизни бы никогда не повезло такое количество косметики с собой. Это румяна, да? Да, это румяна. Фирма Rimmer. Кстати, у меня очень любимая тоже Смэшбокс. Очень хорошая тоже известная фирма. Я думаю, что мы, наверное, будем использовать вот этот золотой цвет тебе положим где-то спереди. Вечерний макияж будет, да? Хорошо, прекрасно. Смэшбокс тоже очень хорошая вот эта фирма. Я тоже ее очень люблю. Девочки мои, ну поехали! Итак, девочки, я в полной боевой готовности. Я с мейкапом, я с прической. Мне очень нравится то, что получилось. И знаете, сегодня у меня после сегодняшнего дня такие впечатления, как будто я окунулась в юность. Когда мы собирались девчонками, красились, делали прически, собирались на дискотеку или просто гулять. В общем, женихов искали. Получила просто массу эмоций, массу впечатлений. Но все, что я запланировала на сегодняшний день, я ничего не успела, потому что кератин занял достаточно длительное время. Я почти 4 часа просидела на этой процедуре, потом почти час мейкап. И вот на сегодняшний день уже 7 часов. То есть обзора по того, что в работе и обзора пряжи, с которой я работаю, я сегодня сделать не смогу. Пряжа темная, мне будет очень сложно показать вам тон пряжи. Я включусь завтра, доснимаю обязательно сегодняшнее видео. Спасибо, что вы были со мной. И оставайтесь со мной. До встречи! Всем доброе утро! Я продолжаю свой рассказ о том, что у меня в работе и о новинках, которые у меня появились. Девочки, я начала проект крючково-спицевый. Как вообще возникла такая у меня идея? У меня много пряжи, которую я покупала очень давно. Ну вот я решила поизвязать все свои хомячьи запасы. Но я столкнулась с такой проблемой, когда я вязала, точнее закупала пряжу, я была совершенно другого размера. Я была на два размера меньше, носила 44-46 размер. И закупала пряжу так, чтобы, ну, с запасом на один моток, чтобы мне хватило на изделие. Я очень не люблю, когда остаются остатки. У меня их горы. И потом я долго думаю, куда мне их перевязать. А вязать, что попало, я тоже не люблю. Вот. И когда я полезла разбирать эти запасы, я обнаружила эту пряжу. Она очень мне нравится. И я поняла, что мне на изделие из этой пряжи не хватит. Ну, что, думаю, как обмануть судьбу? Вообще, что за пряжа? Это пряжа Мерина Софт. Мерина Софт от Вита. Камера очень точно передает цвет. Цвет красивый, сочный, яркий. Номер цвета 33-16. 33-16. 100% мереносовая шерсть. Метраж 50 грамм 300 метров. Рекомендации производитель дает по номеру спиц и крючка от 1,5 до 2 миллиметров. Ну, как я, у меня всего 7 мотков. Вязать изделие в две нити у меня не получится точно. По метражу и по граммам совершенно. Поэтому я думаю, свяжу спицами резинку, манжеты, вверх, возможно, тоже будет на резинке. А все остальное в крючок. Крючок полуторный. Вот что у меня навязалось. При этом я дважды распустила за неделю. С какими проблемами я столкнулась. Когда я перешла на крючок, в спицах полотно ведет себя идеально. Идеально. Пряжа мне очень нравится. Она эластичная. Скользит замечательно по спицам. Тонюсенькая ниточка. Вообще просто, вот просто тонюсенькая. Посмотрите, если вам будет видно. Перешла на крючок полтора. От фирмы Адди. Провязав 5-7 сантиметров основным полотном, я увидела очень большой перекос в круговом вязании. Полотно очень сильно косило. Очень сильно. Процентовые градусов на 40, наверное, ушло полотно в сторону. Распустила. Думаю, сейчас я попробую связать это все поворотными рядами. Получилось. Связала я еще 7 сантиметров сначала. Но я поняла, что пряжа поедает, рисунок поедает огромное количество пряжи. Кстати, я вяжу рисунком, по-моему, называется колосок крючком. И на тот размер, который я замахнулась, мне интересно широкий пул связать себе. Я поняла, что я тоже ничего не выгадаю. Мне не хватит на изделие пряжи. Хотя по метражу получается 2 с лишним тысячи метров. По идее, должно хватить. Вот у меня такой рисковый проект. Я вообще, в принципе, раньше никогда не вязала крючком из шевстяных ниток. У меня крючок ассоциируется с хлопком, с шелком. Летние варианты одежды. Я люблю вязать платья, топики, костюмы. Именно летний вариант. Ну, не знаю, что получится. Буду показывать вам периодически, что получается. Вот, все-таки вязать нужно, если вязать, или отдельными полотнами, чтобы не было перекоса в крючке, или поворотными рядами. А теперь о новинках. Я стала счастливым обладателем вот этих японских журналов. Я очень долго о них мечтала. Очень долго. Вы знаете, да, цена кусается на эти журналы. Но, девочки, я не буду проводить обзоров на эти журналы масса в Ютюбе, вообще на разных источниках интернета. Я могу сказать, что это просто клад, это библия для вязальщицы. Это шикарнейшие узоры, шикарнейшее качество и фотографии, и схем. Я всех, всем-всем рекомендую иметь у себя эти журналы. Вот просто ничего не нужно придумывать, нигде выискивать. Тем более, в сети интернет много узоров из этих прекрасных журналов, но они при распечатке схемы очень в плохом качестве. Здесь наикрасивейшие, наикрасивейшие, яркие, четкие схемы. Ну, просто потрясающие, просто восторг, восторг. Я ни в коем случае не пожалела ни рубля, потраченного на эти журналы. Я их ждала по почте почти в районе полутора месяцев. Наконец они пришли, теперь творить, творить и творить. Дальше. Моя подружка подарила, привезла мне пряжу. Я не знаю, что это за пряжа. Я первый раз такую вижу. Я даже не знаю, как произнести название. Ну, вот смотрите сами. Вот смотрите сами. Я не знаю, правда не знаю. Это, судя по информации на этикетке, я поняла, что производитель Китай. Здесь состав 73% шерсти, 27% нейлона. Ну, вот на этикетке изображен не палантин, а шаль, связанная вот из этих ниточек, наверное. Тоже очень тонкая ниточка. У меня всего 5 мотков. Я не знаю, куда я ее пристрою. Возможно, я сделаю сочетание с какой-то другой пряжей. Очень приятная, мягкая. Прям очень похоже, знаете, по составу очень похоже на меринос с альпакой. Вот по тактильным ощущениям на меринос с альпакой. Я вообще, если кто-то имеет опыт работы с этой пряжей, мне будет очень интересно, если вы поделитесь со мной. Напишите в комментариях под видео, что вы вязали, может быть, какие у вас впечатления сложились от этой пряжи. Интересная ниточка, приятная, приятная. Других слов у меня нет. Значит, метраж здесь, метраж здесь. Быстро и не найду даже, вы понимаете. В 50 граммах, ну, тоже интересно. Смотрите, 171 метр. Ну, по всей видимости, производитель китаец забыл, как всегда, пропустил одну букву. Наверное, сантиметр, конечно же. То есть, в 50 граммах 171 сантиметр. Ну, ниточка достаточно тонкая. Ну, пряжи лишней не бывает. Все уйдет в работу, все будет использовано. Мне очень приятно получать подобного рода подарки. Я была удивлена. И, Мариночка, если ты меня смотришь, спасибо тебе большое. Что-нибудь обязательно сочиню. Ну, вот, таким образом у меня прошел вчерашний день. Вот, чуть-чуть не успела я доснять. Опять же, можно было бы доснять, если бы позволило освещение. При дневном свете, конечно, снимать гораздо лучше. Мне было очень приятно провести с вами время. Будем прощаться. До встречи!